Всем привет! В эфире универновости, а в студии Адалина Абдрахманова. Процедура инаугурации президента России, согласно закону о выборах президента Российской Федерации, проводится по истечении шести лет со дня вступления в должность предшественника. 7 мая состоялась торжественная церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Она традиционно прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Это уже пятое вступление в должность президента России для Владимира Путина. После официальной церемонии глава государства принял парад президентского полка на Соборной площади в Кремле. Затем Владимир Путин отправился в Благовещенский собор, расположенный на территории Кремля. Там патриарх Московский и всеяруси Кирилл совершил благодарственный молебан по случаю вступления главы государства в должность. По завершении инаугурации правительство России сложило свои полномочия перед избранным президентом. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. День Победы Великой Отечественной войне – великий и священный праздник в истории советского и российского народа. Ежегодно он отмечается 9 мая. В 2024-м исполняется ровно 79 лет с того момента, как Красная Армия одержала полную и безоговорочную победу над фашистской Германией. День Победы в Великой Отечественной войне – праздник, который не оставит ни одного человека равнодушным. Студенты и сотрудники Казанского федерального университета ежегодно встречаются вместе, чтобы почтить память тех, кто не жалея себя сражался за Родину. Подробнее о том, как прошло мероприятие, смотрите далее. День Победы – один из самых важных праздников в истории нашей страны. Знаменательная дата посвящена подвигу советских солдат, которые с июня 1941 по май 1945 года достойно сражались с немецко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны. Каждый год в России чтут память погибших бойцов и мирных граждан, а также честуют ветеранов. 7 мая во дворе главного здания Казанского федерального университета состоялось торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ректор КФУ Ленар Сафин подчеркнул важность почитания памяти героев и жертв Великой Отечественной войны. Также выступил председатель Совета ветеранов Казанского университета Валерий Телишев. Далее прошла акция «Бессмертный полк», где все желающие отдали дань памяти и уважение своим дедушкам, прадедушкам, бабушкам и прабабушкам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Казанский университет в годы Великой Отечественной войны также не закрывался, работал, готовил кадры. Более 400 человек ушли на фронт и не все вернулись. Мы их чтим и будем чтить память. Нет ни одной семьи, я думаю, у нас в стране, которая бы не затронула эта война. Есть память и она будет вечно жить в наших сердцах. В продолжении мероприятия выступила хоровая капелла с вокальным и творческими номерами «Журавли», «Караик Мэг» и «День Победы». После торжественной части участники мероприятия перешли к мемориальной доске памяти. Возле мемориала с речью выступил первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. После этого участники возложили корзины цветов к мемориалу. Я приехала из Башкирии, из города Салаватов. Вот уже пятый год являюсь студенткой Казанского федерального университета. И День Победы это не просто дата, а действительно праздник, который объединяет все поколения. И поэтому именно сегодня, даже несмотря на такую погоду, все студенты нашего университета пришли почтить память тому совершенному подвигу, который был совершен 79 лет назад. «Никоотечественная война затронула также мою семью. И 79 лет назад точно так же сражался мой прадед, и он дошел до Берлина. Я считаю, что важно в наши дни помнить тот подвиг, который совершил наш народ и который освободил от фашизма несколько государств, несколько стран. Это очень важно. И проводить такие мероприятия тоже очень ценно для нашего государства». В Елабужском институте Казанского федерального университета также прошел ряд мероприятий, посвященных годовщине Победы. День начался с митинга памяти, на котором вспомнили преподаватели института воевавших на фронте. Таких героев в учебном заведении в разное время работало более 40 человек. Театрально-музыкальная постановка под названием «Они ковали победу» рассказала зрителям о судьбе юных ребят из Уральской деревни, которым в 20 лет довелось встать с оружием в руках на защиту своей Родины. Череда мероприятий завершилась акцией «Бессмертный полк», в которой приняли участие преподаватели и учащиеся Елабужского института, а также ветераны и гости праздника. Сегодняшний спектакль был не исключением. То есть тоже проникаешься историей персонажей, проникаешься каждой личностью и тоже не смогла сдержать слез, очень трогательно. И очень важно помнить об этом, не забывать, ценить, для чего это все-таки было. У всех у нас, наверное, есть такие родственники, которые воевали. И этот праздник для нас всегда дорог и почитаем. Поэтому поздравляю всех, кто сейчас здесь присутствует. Желаю вам всем добра, удачи. В Набережно-Челнинском институте также состоялось мероприятие, посвященное 79-й годовщине Великой Победы. Начались они у мемориала «Родина-Мать». Преподаватели и сотрудники института возложили цветы к вечному огню и почтили память павших героев города Набережные Челны минутой молчания. В 2017 году рядом с инжиниринговым центром была заложена Аллея Славы. Каждое дерево именное, причем больше половины деревьев были посажены ветеранами Великой Отечественной войны и их родными. В истории современной России 9 мая – радостный, важный, одновременно трогательный и торжественный праздник. День Победы отмечают как в крупных городах, так и в небольших поселениях. Основные традиции праздника – возложение цветов к вечному огню или мемориалам, минута молчания, парад, шествие акций «Бессмертный пол» и вечерний салют. День Победы в Великой Отечественной войне – это не только историческая дата, а напоминание о цене, которую заплатил российский народ за мир и общественный прогресс. Дмитрий Ушанкин, Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Николай Асуховский, Тимур Табаров, Хафиз Гараев, Ахмаджон Оев, Ильшат Хусаенов. Универ Новости. Радио уже более ста лет служит нам верным спутником в информационном пространстве. Начав свой путь как простая система передачи звуковых сигналов на расстоянии, оно сегодня стало неотъемлемой частью нашей жизни, обеспечивая нас разнообразной информацией – музыкой, новостями и развлечениями. Подробнее о его зарождении и принципах работы узнаете в следующем сюжете. История радио насчитывает более ста лет. Первое вещание началось в начале 20 века благодаря изобретению радиотелеграфа. Термин «радио» ввел в обращение английский физик-химик Уильям Крукс приблизительно в 1873 году. Первые радиопередачи использовались как мощное средство информирования и коммуникаций, позже добавились музыкальные и развлекательные форматы. Помню про передачу на татарском языке и помню голос Фредоуз Ганеевой, которая говорила о том, что говорит Казань. Вот эту фразу. Это было первое. А потом, когда появилась «Европа плюс», у меня было дикое желание, чтобы у дома появился какой-нибудь хотя бы радиоприемник, потому что это был уже FM-диапазон, и там были зарубежные песни. Конечно, мне хотелось их слушать очень сильно. Для нас это тогда было в диковинку. Для нас зарубежная музыка была редкостью, это не было так доступно, как сейчас. Россия была одной из первых стран, где началось регулярное радиовещание. 23 ноября 1924 года в эфир был передан первый номер радиогазеты. Уже через пять лет из Москвы началось регулярное навещание, трансляции радиопередач на зарубежные страны. Явлахов, Обухов, Венгерова. Именно эти имена были услышаны советскими радиослушателями при первом советском радиоконцерте. В программах вещания значительное место занимали трансляции партийных съездов, конференции, передачи для детей, образовательные программы. Если говорить по истории радио, то есть по тому, как оно рассылалось, здесь можно, знаете, о чем сказать? Коммерциализация радио, конечно, дала свои плоды. То есть это курс на развлекательную функцию радиовещания, во-первых. Потому что в Советском Союзе все-таки было больше, наверное, функционировало радио посвятительски. То есть немножечко другой функционал был. Это во-первых. Во-вторых, сегодня радио, конечно, это СМИ, которые пытаются освоить мультиформатность. То есть это подкастинг, это движение в сторону интернет-радиовещания, это разработка приложений. То есть есть радиостанции, которые, ну, я не знаю, можно там на плей-маркете купить приложение. Это не купить, а скачать приложение и, в общем, слушать радиоприложение. На радио работает целая команда профессионалов. Чаще всего она состоит из выпускающего редактора, корреспондента, звукорежиссера, техника и радиоведущего. Многое здесь зависит именно от последнего, поэтому есть ряд требований. Ведущий не должен шепелявить, картавить и иметь другие проблемы с дикцией. Он должен быть харизматичным, чтобы слушатели получали удовольствие от программы и им не было скучно. Также обязательной является эрудиция, начитанность и умение правильно расставлять акценты, чтобы сформировать у слушателя мнение по определенному вопросу и воздействовать на него. Когда я работала на радио, ближе всех для меня были, конечно, те, кто выходил в эфир. Это новостищики, с которыми я работала непосредственно. И это, конечно же, радиоведущие, диджеи, как их принято называть. Ну, наверное, потому что это творческая часть команды. Хотя мы работали, в принципе, и со всеми. И со звукорежиссерами, когда записывали программы. Это, конечно же, музыкальные редакторы, потому что на радио коллектив вообще очень теплый. К преимуществам радио можно отнести доступность и способность донести информацию в любую точку мира. Радио не требует визуального восприятия, что позволяет слушать его в любое время и в любом месте. Кроме того, радио способно создавать уютную атмосферу и передавать эмоции через звуки и музыку. Когда жизнь такая многозадачная, очень удобно заниматься своими делами и при этом слушать радио. Но, честно сказать, вербалику, то есть то, что в информационном смысле радио нам дает, я воспринимаю скорее как, я не знаю, со стороны исследовательского интереса, что ли. То есть для меня это скорее работа. А слушаю я что-то типа, я не знаю, радио Релакс ФМ, например. То есть там, где можно слушать музыку фоном, вообще без вербальных включений. Для меня это просто расслабление. И, безусловно, для меня это самое любимое средство массовой информации. По крайней мере, если говорить о традиционных СМИ. В век цифровых технологий радио по-прежнему остается самым популярным средством связи. Согласно опросу в ЦОМ, радио в стране слушает каждый второй россиянин. Поэтому, несмотря на появление других медиа, оно по-прежнему остается актуальным. Ашот Крапецян, Кристина Отекина, Тимур Ахметов. Универ Новости. В шоуруме Высшей школы журналистики Казанского федерального университета прошла презентация летнего кампуса Ранхикс в рамках проекта «Кадровый резерв». Перед студентами второго и третьего курса очного обучения выступили Егор Белоусов, Лисан Хамитова и Камила Алмакаева. Какие темы встречи стали ключевыми, узнаете в нашем сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета прошла презентация летнего кампуса Ранхикс в рамках проекта «Кадровый резерв». Студентам вторых и третьих курсов были представлены уникальные возможности программы, а также вдохновляющие выступления от опытных студентов и участников проекта. Перед аудиторией собравшихся молодых журналистов выступили Егор Белоусов, студент четвертого курса Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций, а также Лисан Хамитова, студентка третьего курса Института управления экономики и финансов. Если говорить об особенностях, хочется как-то поблагодарить, безусловно, Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций за предоставленную площадку. Все было удобно, красиво, очень удачно положились все гости, было комфортно выступать, техника работала, что для такого мероприятия безусловно важно. И хочется верить, что мы обязательно вернемся еще, поскольку тема актуальная, особенно для молодежи, возможность проявить себя не только в профессиональной деятельности, но и в сторонних ответвлениях, не только в молодежной политике, но и в формных компаниях, проектах, которые позволяют затронуть свои профессиональные компетенции, или, может быть, наоборот, развить некоторые, о которых молодые студенты совершенно не подозревали. Мероприятие состоялось в два этапа. Началось с увлекательного выступления Лейсан Хамитовой, которая поделилась своими впечатлениями и сделала акцент на возможностях, которые открываются студентам-участникам, например, принять участие в летнем мероприятии, пройдя образовательную программу и применив полученные знания в социально значимой проектной деятельности. Затем слово было передано Егору Белоусову, который детально рассказал о содержании и возможностях летнего кампуса, а также акцентировал особое внимание на ответственном подходе к заполнению заявки и подготовке к собеседованию. Если резюмировать, о чем было выступление в целом, то это, в первую очередь, презентация возможностей для студентов, которые, напомню, второй-третий курс очного бакалавра или второй-четвертый специалитета, которые могут, пройдя несколько отборов и собеседований, летом принять участие в образовательной программе, которая включает в себя изучение, затем командное отделение и работу над социально значимым проектом с последующим совершенствованием своих навыков и совершенствованием себя и своих собственных каких-то организаторских и, я полагаю, лидерских качеств, которые, безусловно, пригодятся активной молодежи и ее представителям в будущем. Презентация завершилась выступлением Камели Алмакаевой, уже успевшей принять участие в программе «Раннее». Ее ценные комментарии и советы стали по-настоящему полезны для аудитории, вдохновив желающих попробовать свои силы в проектной деятельности на федеральном уровне. Это событие стало не только презентацией летнего кампуса, но и источником вдохновения и мотивации для всех присутствующих на пути к своим карьерным вершинам в области журналистики и управления. Яна Яковлева, Резида Каримова, Александр Антонов, Универ, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова